вот так вот выглядит идеально ровный пол друзья всем привет я нахожусь на объекте где меня попросили сделать укладку ламината заказчик уверял меня что здесь полы идеально ровные так как здесь сделана полусухая стяжка работники которые здесь выполняли данную работу ушатались в эту квартиру целый камаз смеси вот так мне сказал заказчик и то что в этой квартире везде идеально ровные полы но так как полусухой стяжки у меня свое мнение и свое отношение я очередной раз и решил убедиться в том что мои догадки верны и то что полусухая стяжка не есть идеальное решение для ровных полов то есть полусухая стяжка это не всегда залог ровности поверхности пола я сам лично никогда не делал полусухие стяжки я делаю обычную стяжку устанавливаем маяки заливаю смесь и по всей поверхности пола и поверхности квартиры у меня везде один уровень и всегда ровные полы ну потому что это я делаю для себя и так как умею так как я сейчас нахожусь на чужом объекте и здесь работники делали тех которые не знают так что я могу смело проверить насколько данный пол ровный для этого я возьму угольник и лазерный уровень поставил его в один конец комнаты и сейчас посмотрю по всему периметру по всей площади данной комнаты насколько полусухая стяжка не ровная либо ровная но в общем сейчас вы сами убедитесь моих словах и на этом эксперименте вы поймете то что не всегда полусухая стяжка является залогом идеально ровного пола поэтому прежде чем заказывать такое подумайте либо после уже придется что-то еще доделывать переделывать ну чтобы как-то выровнять данный пол итак давайте сейчас проверим какой пол у нас здесь в комнате ну и потом можно еще проверим другие комнаты тоже поехали вот он наш лазерный уровень декстал так в общем стоит у меня здесь сейчас у нас показывает значение пять с половиной сантиметров от уровня пола это отправная точка с которой мы сейчас начнем пошли дальше здесь у нас показания уже 5 и 4 миллиметра принципе не сильно за значимые значения так что можно на это не обратить внимание далее здесь у нас также 5 и 5 здесь 5 и 4 здесь уже уже здесь 5 соответственно 5 миллиметров у нас пошел подъем так здесь у нас тоже 5 и 2 нет 5 и 3 то есть пошел на спуск здесь опять 5 и 1 подъем здесь 5 и 1 тоже подъем чуть-чуть сторонку здесь опять 5 и 1 здесь тоже 5 и 2 здесь уже 5 и 2 здесь 4 и 8 5 и 2 5 и 5 5 и 5 5 и 6 ну в общем понятно что вот в этой комнате у нас размеры играют 5 миллиметров в общем идет волной где-то подъем где-то спуск ну это естественно если вы постелите линолеум вы этого сильно не заметите но так как на поверхность у нас будет укладываться ламинат он нам обязательно покажут все эти неровности и никакая подложка будь то 2 3 4 либо 5 миллиметров не спасет вас от этого для того чтобы стелить ламинат нужно подготовить идеально ровную поверхность и тогда у вас не будет воздушных прослоек под ламинатом ну что пойдем смотреть другие комнаты вот в этом месте я просто наглядно поставил одну панель ламината для того чтобы очередной раз убедиться в том что мои слова верны вот такой вот зазор здесь у нас идет вровень а здесь пошел уже зазор соответственно в этом месте у нас идет провал где-то я устанавливал ламинат он вообще у нас просто скакал на одном месте где-то на бугорке сейчас я найду опять это место и покажу так ну вот пожалуйста еще одно из таких мест зазор где-то вот в этом районе идет шишка ну вот пожалуйста наглядный пример того что полусухая стяжка не является залогом идеального пола вот так вот вот она вот шишка короче понятное дело что полы в данной квартире делались не супер специалистами которые заботятся о качестве работ ну с помощью лазера я думаю уже проверять не стоит мне уже не охота этого наглядного примера того что здесь уже неровный пол мне достаточно и теперь я просто загадщику сообщаю что после укладки ламината ко мне никаких претензий в том что ламинат у нас дышит и есть воздушная прослойка под листами ламината этот вопрос нужно было задавать тем кто сделал здесь такую стяжку поэтому перед тем как будете делать стяжку полусухую стяжку убедитесь в том что специалист который придет к вам на квартиру он квалифицированный специалист и умеет делать то что он делает как видите не все мастера заботятся о качестве выполняемых работ так что вот на этом я думаю у меня все вот такое вот мнение у меня сложилось об этой полусухой стяжке ну что ж на этом я заканчиваю данное видео если оно было для вас полезным я хоть как-то открыл глаза на те работы которые выполняют работники мастера которые делают тот или иной вид работы то поставьте лайк этому видео можете написать об этом даже в комментариях если у вас вдруг возникали такие же ситуации и мастера которые говорили что они супер специалисты а в итоге делали вам не очень качественный ремонт ну и так же не забывайте подписываться на канал смотреть другие видео которые выходят на канале перестройка 116 напоминаю меня зовут ленар я занимаюсь ремонтом квартир в городе набережные челны ну что ж на этом у меня все всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео пока пока так друзья небольшие изменения на данном объекте где мне предстоит делать укладку ламината произошли изменения я сообщил заказчику о том что пол здесь неровный то что он местами очень кривой и ламинат у нас соответственно будет лежать неровно предложил заказчику два варианта либо делать неровный пол по всей квартире то есть это опять дополнительные расходы либо просто правилом вытянуть комнаты с помощью плиточного клея то есть сделать не уровень но хотя бы ровную поверхность для того чтобы ламинат на полу лежал ровно и не было воздушных прослоек между полом и ламинатом заказчику такой вариант показался оптимально выгодным потому что уже тратить дополнительные средства на то чтобы переделывать то что сделали здесь мастера якобы сделали ровный пол и в итоге получили что он совершенно неровный средств нету поэтому нужно минимальными средствами минимальными силами сделать вариант который бы был удобен и был бы практичен в любой ситуации ну что ж об этом я расскажу вам в следующем видео но пока я думаю достаточно того что я рассказал вам что пол сухостяжка не всегда является решением проблем на этом все следите ждите следующего выхода в котором я вам покажу что нужно сделать если вдруг у вас полусухая стяжка и полы неровные на этом все до новых встреч на новых видео пока пока пока